МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оттуда исходя, можно говорить уже о мощи государства, мощи края, мощи района. Если есть надежная и крепкая семья, то и впереди будет все надежно и крепко. Я хочу каждому из вас пожелать, чтобы вы жили долго вместе, любили долго, ценили друг друга, воспитывали детей и внуков и были горды за свои семьи, за своих половинок, за детей, за внуков. Уже не первый год в этот праздник принято вручать награду. Медаль за любовь и верность с семейным паром, чей брачный союз является образцом для других семей. Медалью достоилась счета Владимира и Наили Галаманских, отпразднувших в этом году 50-летие совместной жизни. А вот семья Нестеренко будет награждена краевой медалью «Родительская доблесть» 8 июля в Краснодаре. Без внимания не остались и другие семейные пары. Ведущие творческие коллективы района преподнесли виновникам торжества музыкальный подарок. Здорово жить, если с тобой, я бы твоя семья. Встретим в рассвет наш золотой, баба, мама и я. Закончилось мероприятие вручением цветов и подарков семейным парам. Хлебоборы Северского района спешат без потерь убрать озимую пшеницу, выращенную с вложением огромного труда и сил тружеников полей. На полях муниципалитета наша съемочная группа побывала с представителями районной власти. Маршрут главы района прошел по угодиям нескольких хозяйств. Начался объезд с ООО «Восход». На сегодняшний день здесь уже обмолочено 1400 гектаров. Общая площадь уборки – более 2000 гектаров. Также здесь было посеяно и убрано 77 гектаров озимого ячменя. Озимый ячмень в этом году дал урожай на 64 центнера. В уборочной компании «Восхода» задействовано 5 комбайнов. Важное наличие на поле – трактор с необычным кузовом бункера. Чтобы комбайн не простаивал, когда техника уезжает на зерноток, пшеницу накапливают в этот бункер. Далее делегация прибыла на поля агрофирмы «Кубань». Предприятие базируется на землях Львовского и Михайловского поселений. Здесь также полным ходом ведется уборка озимой пшеницы. Уборочная площадь – более 3500 гектаров. В день же здесь убирают по 200 гектаров. Урожай зависит от множества факторов. Погода и земля – одни из важнейших. Из-за засушливой погоды рекорда в этом году не будет. Но в планах собрать 60 центнеров с гектара. В уборке участвуют 9 комбайнов. В планах – их модернизация. Осмотрел глава муниципалитета и поголовье крупного рогатого скота агрофирмы «Кубань». Здесь содержится 850 голов, из них – дойных – 88. Производство молока имеет положительную тенденцию. На реализацию продукции забирает Кореновский молочный завод. В ООО «Смоленское» уборочная площадь составляет более 2600 гектаров. Осматривая ход работ по уборке озимой пшеницы, Адам Джарим подчеркнул, что работая на урожайность, очень важно соблюсти все операции по уборке вовремя. Посетили в этот день и крестьянское фермерское хозяйство по подработке, сушке и хранению зерна в Станицы Новодмитриевской. Такой комплекс один на весь район. Чистка зерна здесь в день достигает до 150 тонн в час, а сушка – 20 тонн в час. Добросовестность в работе, отметил глава района. Порадовали плодовые сады в Станице Новодмитриевской – яблоневые и сливовые. Яблоневые сады составляют 260 гектаров. Сейчас собирают летний сорт новелла. Зимние сорта – Айдорет, Голден и Ренет Семеренко начнут собирать после 20 сентября. Стоит отметить, что производство здесь без орошения, а саженцы все местные из Краснодарского края. Сливовые сады занимают 22 гектара. На сливу провели уже две летние обрезки. Уборка сорта «Кабардинская» раннее начнется уже через три недели, а сорт «Стенли» в сентябре. Все собранные плоды хранятся в специализированном холодильнике, общий объем которого – 1000 тонн. В нем пять камер, вместимостью по 200 тонн каждая. Это предприятие глава района приводит в пример. Здесь вкладывают не только средства, но и душу, и сердце. Детская электробезопасность должна стать нормой. Под таким девизом в детском саду номер 14 в Станице Северской прошел обучающий урок. Мероприятие провели специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубанэнерго» Краснодарские электрические сети. В нашем детском саду большое внимание уделяется тому, чтобы дети знали правила электробезопасности. Ведь каждый ребенок знает телевизор, микроволновку, компьютер и прочие бытовые предметы, которые нужно включить в розетку. И совместно с энергетиками мы проводим практические мероприятия для изучения этих правил. А с родителями мы проводим консультации, беседы, раздаем им буклеты и памятки. Воспитанникам в игровой форме рассказали о правилах обращения с электроприборами в быту, объяснили, почему опасен оборванный провод, а также какие предупреждающие знаки устанавливаются на электрооборудование. Посмотрели ребята и обучающие мультфильм. Я знаю, что электрические предметы нельзя брать мокрыми руками. Я знаю, что нельзя костер зажигать под проводами. В практической части занятия дошколята познакомились с манекеном Гоши и увидели, как энергетики оказывают первую доврачебную медицинскую помощь, условно пострадавшему от действия электротока. Раз, да, большой пальчик у нас смотрит сюда, вторая рука здесь, локотки у нас прямые. Давай, пробуй давить. Смотрите, ребята, как пробуйте тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, сколько раз запомнил? Тридцать. Правильно. Для закрепления полученных знаний ребятам подарили буклеты с иллюстрациями. О том, что электричество может быть опасным, дети должны знать с раннего детства. Поэтому такие обучающие уроки специалисты Кубани-Энерго проводят круглый год совместно с педагогами в школах, детских садах, пришкольных и оздоровительных лагерях. Уроки электробезопасности проводятся совместно с специалистами Кубани-Энерго и с преподавателем детских, дошкольных, образовательных учреждений. Помимо уроков электробезопасности с детьми, энергетики принимают активное участие в декадах электробезопасности. Через средства массовой информации население информируется о правилах поведения, вблизи линии электропередачи, энергообъектов, о правилах оказания первой доврачебной медицинской помощи, о знаках, предупреждающих об опасности. Только совместная работа, плановая работа способна снизить риски электротравматизма к минимальным показателям. Вот с таких простых на первый взгляд вопросов начинается весьма серьезный разговор. И весь летний период у энергетиков жаркая пора. И главный инструмент слова. Именно предупредив детей об опасности, подстерегающей на каждом шагу, можно уберечь их от необдуманных поступков. Кубани-Энерго напоминает, заявку на проведение бесплатных уроков по электробезопасности можно оставить на официальном сайте общества или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова